Вечер профессионального бокса Восьмая пара этого боксерского вечера в Екатеринбурге Мы в прямом эфире из Академии единоборств РМК И у нас 8 раундов И первым ринг проследует Келли Фигероа из Венесуэлы Его профессиональный рекорд 23 боя, 12 побед, 7 нокаутом 8 поражений, 1 нокаутом и 3 ничьих Дебютировал он в уже довольно далеком 2008 году, 31 марта Красный угол ринга Встречайте его соперника-бойца из Узбекистана Город Андижан Рафшанбек Умурзака Соперником Келли Фигероа Сегодня станет Рафшанбек Умурзаков Из города Андижан, Узбекистан Его профессиональный рекорд 5 поединков 5 побед, из них 4 нокаута Дебютировал он 12 декабря 2017 года Тогда в поединке против Евгения Смелого Одержал победу нокаутом Твой крайний поединок он провел В августе этого года, 19 числа В Екатеринбурге Одержал победу нокаута над Эденом Сансана Дамы и господа Представляю вам соперников И в синем углу боец из Венесуэлы Город Барслона Ему 34 года Рост 178 сантиметров Вес 62 килограмма 300 граммов Профессиональный рекорд 23 боя 12 побед 7 одержаны нокаутом 8 поражений 3 ничи Келли Фигероа Его соперник в красном углу Боец из Узбекистана Город Андижан Ему 25 лет Рост 179 сантиметров Вес 62 килограмма 200 граммов Профессиональный рекорд 5 боев Во всех одержаны победы 4 нокаута Незнающий поражений Раф Шанбек Умурзаков Семен Стахеев Итак, видимый возраст, рост и вес бойцов Такая внушительная разница в возрасте У бойцов 9 лет Келли Фигероа уже 34 Первый раунд И стартует первый раунд Из 8 запланированных Ну я так понимаю Раф Шанбек Готовится Встретиться С латиноамериканским боксом И для этого Выбрали Венесуэльца для начала И вот смотрите Несмотря на то, что В Латинской Америке Очень сильные боксеры Но тем не менее В основном они Все сосредоточены В Мексике Ну кстати У Келли Фигероа На шортах Еще и Панамы Так что возможно Не только с Венесуэлой Он связан На Панаме В Порто-Рико Тоже Сильные боксеры Сейчас посмотрим Как он Проявит себя Против У Мурзакова У Мурзаков Видимо решил Сильно не тянуть И пошел вперед Ну Раф Шанбек Ну и нарвался Вот на левую боковую Раф Шанбек Уже шестой свой бой Проводит В Екатеринбурге Все бои По профессионалам У него прошли В этом городе И этот Не исключение Ну его все равно В общем-то Достаточно аккуратно ведут То есть У него оппозиция Не самая могучая Поэтому Интересно Именно посмотреть На стиль В котором он выигрывает Иногда важна Не столько оппозиция А в каком стиле Эту оппозицию Проходит боксер Ну да Если судить по рекорду То такой Нокаутер Раф Шанбек У него 4 победа 4 победа Нокаутом Из 5 Загнал угол Келли Достаточно увесистый удар И уже Келли пропускает Тем не менее Стоит И в общем-то Огрызается У нас уже Кстати Очередной раз Сегодня Боксер Левша Время Даже и не один Получается Оба бойца У нас Левша Редко бывает Левша на левшу А здесь По-моему Уже третья пара Да Ну как-то Очень сильно Вкладывается В удары У мурзаков Мне кажется Возможно Стоит Приберечь Эти силы На более поздние раунды Ну я думаю Он Рассчитывает На свой сильный Мощный удар В общем-то Досрочно Стремится Закончить Этот бой Ну время У него есть Это еще Первый раунд Из 8 Он делает Поправку Все равно Что У Келли 8 поражений Из них Кстати Всего Одно Нокаут Такой Креп Судя по всему Боец Тем не менее В общем-то Хотя Много Пропускает Все Видит И Периодически Достает Своим Левым И Левым Та Стоит Стоит У Продолжается поединок. Напомню, у нас Рафшанбек у Мурзаков. Шорты черного цвета против Келли Фигеруа, шорты золотого цвета. Очень уверенно вперед идет Рафшанбек. Героя пока что выбрал роль второго номера. Только огрызается и отходит назад. Ну вот Рафшанбек перестал давить, а стал раскрывать и пользоваться джебом. Ну ему, кстати, про джеб в углу подсказали в перерыве между раундами. Тренер прямо акцентированно обратил внимание Рафшанбека на это. Возможно, он прислушался. Да, он сначала попытался сломать, просто навалом перебоксировать своего оппонента. Сейчас он пытается раскрыть и добраться. Как-то зрячий уже пытается достать. На встречу сейчас выбросил Фигеруа. Не собирается он опускать руки, выходит в глухую оборону. Вот отлично встретил слева. И Рафшанбек сразу же закрылся. Но венесуэлец-то не подарок, судя по всему. Хорошо по корпусу сейчас пробивал у Мурзаков. Ну, начал уже включать колотушки. Простите, Рафшанбек. Начал вкладываться в удары, особенно по корпусу. Ну, а для левши это типично, бить левой рукой по корпусу. Там как раз печень находится. Но это когда он стоит против правши. То есть он как раз развернут получается. А здесь левша против левши. Он вроде бы бьет по корпусу, он попадает в локоть. Уже дважды обоюдно друг друга ударились правым прямым. Не удается спрятать вот этот левый боковой. Он его чуть-чуть оттягивает назад, Рафшанбек. И венесуэлец успевает среагировать на него. Хорошо сейчас в концовке включился Рафшанбек. Несколько раз чувствительно заделан венесуэльца. Но тот, судя по всему, пока что в полном порядке. Хотя и территориально, и тактически переигрывает Рафшанбек. Но венесуэлец не сломлен. И, в общем-то, оказывается, сопротивление периодически наносит такие значимые удары. Вот как сейчас, например. Субтитры делал DimaTorzok Хороший, неуступчивый оппонент. Как раз для Проспекта очень важно повышение вот такой оппозиции. И чтобы соперники себя что-то представляли, могли упереться, могли подраться. Отлично. О, хорошо сейчас джебом попал Рафшанбек. В принципе, начал он прямым ударом часто добираться до цели. Главное не забывать руки на место возвращать Рафшанбеку, потому что венезуэльц тоже огрызается, зачастую опасно. Да, он пытается перехватить, и, в общем-то, и нога это делает удачно. Хорошо попал сейчас право. Ну вот венезуэльц вроде бы и пропускает, но шею расслабляет, и тем самым смягчает удар. Сейчас хорошо по печени Рафшанбеку дарит. Поджал. Ну, в принципе, заряжен на удар у Мурзака. Ну, он у него просто есть. Да, он знает об этом прекрасно. Да, ему просто сейчас его надо донести грамотно. Одно дело донести удар до простого, уже пробитого боксера, который сопротивление не оказывает. И вот здесь как раз тот соперник, который не собирается падать, который оказывает сопротивление, идет вперед и отвечает. Хорошо сейчас попал. И еще раз туда же. Очень акцентированный удар у Мурзака. Начал он находить бреши в обороне Фигероа, причем с завидной регулярностью. Но пока что венезуэлиц держит очень уверенно, даже не балдает его. Ну, судя по бою, у венезуэльца сейчас одна возможность все-таки рассчитывать на неопытность, скажем так, Рафшанбека. И что он подустанет, может быть. И тогда каким-то образом выровнять бой. Но если бой будет идти в таком же ключе. Хотя мы вот сейчас видим, Рафшанбек стряхивает руки. Видимо, они у него подзатекли все-таки. Да, подзабились. Да, и за счет этого может снизиться как бы накал, агрессия. Возможно, Фигероа действительно рассчитывает на это, пережидает. У него больше ничего не остается делать. Он проигрывает по всем компонентам пока. У него есть хорошие моменты. Видно, что он может ударить. В порядке. Да. Но если Рафшанбек поустанет и встанет, Вот тогда, может быть, ему удастся за счет этого выравнивать бой. Оба опасно пошли левой на левую. Но Рафшанбек убрал голову сильнее, поэтому вскользь пришелся удар. Вот мы сейчас видели атаку, где Рафшанбек все три удара мимо ударил. В общем-то, Келли не такой уж и простой. Зажимают после Мурзакова. Видимо, второй студент. Фигероа попал. Да, он там попадал периодически. Видно, не все так просто. Посмотрим. Интересный поединок пока что. Очень сложно судить. Ну и матчмейкеры молодцы. Хорошо подобрали как раз проспекту такого упертого стойкого боксера. Он даже пытается где-то перехватить инициативу. Рафшанбек все больше начал руками руки встряхивать. Хотя только вышел. Да, еще четвертый раунд. Напомню, запланировано 8. Времени еще достаточно у бойцов. Да, ручки подзатекли у него, видимо. Такой взрыв пропал в ударах. Во всяком случае, пока. Возможно, подсказали в углу Мурзакову, что необходимо взять паузу. Слишком он вымахивается. Нет, ну можно брать паузу, но в самом-то ударе как ты паузу возьмешь? Или у тебя есть выстрел, или рука еле вылетает? Это понятно. Да, заметно, что начали уже уставать руки. Вот, выцеливал, выцеливал. Опять же, он замахивается и... А видит сопернице? Да, да, да. Сигеро, они так правы. Келли видит этот удар и от него уходит. Надо короче бить без замаха. Вот сейчас лево он без замаха ударил и попал. Такой Келли непросто, такой молодец. Да, если сейчас еще повяжется, у Равшана еще сильнее руки затекло. Ну, на это, наверное, и рассчитывает Фигеро. Вариантов-то других не так много. Свободно работать Равшанбек не позволяет. И поэтому нужно просто ждать. Сейчас снова по защите, по воздуху и еще раз по защите. Ну, судя по рекордсу, Фигеро просто очень опытный. Ему ничего не остается. Просто вести бой. То есть, я не думаю, что он рассчитывает, устанет, не устанет. Просто ведет от ситуации бой. И вот этот звук уже, который с ударами выкрикивает Равшанбек. Это первый признак того, что он подустал. Ох, как хорошо. Встречает венесуалец уже. И справа по корпусу очень жестко. Мне показалось. И точно в цель. Да, да, да. А Равшанбек начал зависать, начал вставать, останавливаться. А Келли, смотрите, он дышит. Он в угол пошел, вообще легко прошелся. Да, он в полном порядке. Вот как раз такие соперники нужны, которые не ломаются. Равшанбеку нужно аккуратнее быть. Потому что таким образом, если так-то дальше пойдет, он окончательно вымокается. Но этот может перехватить и писать его окончательно. Как бы там ни было 23 боя за плечами. Да, конечно, Фигеро знает, что делает. Это абсолютно точно. Он гораздо более опытный боксер, чем Мурзак. И вот здесь оборона даже развалилась у Мурзакова. Идет без джеба и нарывается на удары. Ручки затекли. Да, стряхивает руки у Мурзаков. Это, конечно, определенный знак. Хорошо серийную работу включил венесуэлец. Самое главное, у Мурзаков позволяет это делать. То есть и венесуэлец для этого даже ничего не сделал. Он просто подошел и всю эту серию выбросил. Да, не встречает Равшанбека. Проскочил к дистанции, зашел в клинч. Что, в общем-то, Равшанбеку это абсолютно не надо. У него и так руки затекли, он еще в клинч лезет. Мурзаков снова начал выцеливать. Надеется на свой удар. Ну, вот он подходит, да, уже соперник у канатов. Вроде бы контролируй дистанцию, не заваливайся и бей. А он с джебом пролетает и оказывается слишком близко. Вот сейчас хорошо. Келли джебом стал больше работать. Стал придерживать. В принципе, стал больше, чем до этого работать, потому что Равшанбек позволяет. Не так активно он стал прессинговать. Вот, видимо, стряхивает руки после удара. Это все знаки того, что он устает. А у нас шестой раунд только, да, сейчас будет еще? Да. Или шестой закончился? Шестой же закончился, если нет. Шестой сейчас. Нет, шестой будет. То есть три раунда. Еще три раунда работать. Еще девять минут боевого времени. Посмотрим, как оно все развернется. А вот Равшанбеку нужно этот кризис преодолеть. Шестой раунд. Субтитры сделал DimaTorzok. Хорошо сейчас попадает. Да, Равшанбек начал опять контролировать дистанцию джебом и выводить себя на левый сильнейший удар. Снова четко попадает. Разозлился, видимо, у Мрузака. Не столько разозлился, сколько решил включиться все-таки. Может быть, силы экономил он в прошлом раунде? Сейчас решил их потратить. Потому что уж очень активно он работу демонстрирует. Хорошо встретил нас. Да, вот хороший, у него такой жесткий джеб появился опять. Почему его не было? Отлично. По печени почувствовал, венесуэлец почувствовал. Как только появился джеб, сразу же появилась необходимая дистанция, на которую он смог выйти и разыграть. И все. Да. Вот он был, путь к победе. Равшанбекова-мурзакова. Ждем специального объявления. Равшанбекова-мурзакова-мурзакова-мурзакова-мурзакова. Сапро, чемпион! Сапро, чемпион! Сапро, чемпион! Поздравляем Рапшанбекова-Мурзакова. Такая непростая у него получилась победа, но абсолютно заслуженная. Конечно же, уважение его сопернику. Ждем следующую пару бойцов.